С вами канал Учебник Слух. Литература, седьмой класс. Юрий Павлович Казаков. Годы жизни 1927-1982. Юрий Казаков – талант очень большой, таящий в себе возможности неограниченные. Представленные им рассказы поражают силой эмоций, законченностью и стройностью. Это произведение большой литературы. Панова. Родился я в Москве в 1927 году в семье рабочего. Отец и мать мои – бывшие крестьяне, выходцы из Смоленской губернии. В роду нашем, насколько мне известно, не было ни одного образованного человека, хотя талантливы были многие. Таким образом, я первый человек в нашей родне, занимающийся литературным трудом. Писателем я стал поздно. Перед тем, как начать писать, я долго увлекался музыкой. В 1942 году в школе в одном со мной классе учился музыкант. Одновременно он посещал и музыкальную школу, где занимался в классе виолончели. Его одержимость с музыкой в значительной мере повлияла и на меня. А мои природные музыкальные данные позволили и мне в скором времени стать молодым музыкантом. Сначала я стал играть на виолончели, но так как заниматься музыкой я начал довольно поздно, с 15 лет, и пальцы мои были уже не столь гибки, то я скоро понял, что виртуозом-виолончелистом мне не стать, и перешел тогда на контрабас. Потому что контрабас вообще менее технический инструмент. И тут я мог рассчитывать на успех. Я не помню сейчас, почему меня в одно прекрасное время потянуло вдруг к литературе. В свое время я окончил музыкальное училище в Москве. Года три играл в симфонических и джазовых оркестрах, но уже где-то между 1953 и 1954 годами стал все чаще подумывать о себе, как о будущем писателе. Скорее всего, это случилось потому, что я, как, наверное, и каждый молодой человек, мечтал тогда о славе, об известности и тому подобное, а моя судьба в оркестрах, конечно, никакой особенно славы не обещала. И вот я, помню, стал тяготиться своей безвестностью и стал попеременно мечтать о двух профессиях. О профессии дирижера симфонического оркестра и о профессии писателя. Или на худой конец журналиста. Я страстно хотел увидеть свою фамилию, напечатанной в афише, в газете или в журнале. Тяга к писательству все-таки пересилила. Я стал более внимательно читать очерки и рассказы, стараясь понять, как они сделаны. А через некоторое время стал и сам писать что-то. Не помню теперь уже, как я тогда писал, потому что не хранил своих рукописей. Но уверен, конечно, что писал я тогда и по отсутствию опыта и вкуса, и по недостаточной литературной образованности плохо. Все-таки, видимо, было что-то в моих тогдашних писаниях симпатично, потому что отношение ко мне с самого начала в редакциях было хорошее. И в 1953 году я успел напечатать несколько небольших очерков в газете «Советский спорт». И в том же году был принят в литературный институт. Юрий Павлович Казаков